Телекомпания Телевиза В фильме также снимались Летисия Пердихон, Хуан Пилаес, Лус Мария Херес, Серхио Рамос и другие. Телекомпания Телевиза Режиссер Клаудио Рейс Продюсер Эрнесто Алонсо Ты говоришь так, словно это просто. Конечно. Это легко. Приходишь, поднимаешься. Сделаешь все так, чтобы тебя никто не видел. Нет, я не могу. Конечно сможешь. А я подожду тебя в машине. Ты понял меня? Эстебан, ну пожалуйста. Это необходимо. На карту поставлены наши жизни. Ясно. Как здорово. Я же говорил, что ты не пожалеешь. Еще бы. Чикира сегодня хороша, как никогда. Она даже лучше молодых. Она меня заводит. А я поклонник Роси. Ну иди к ней. А которая здесь Роси? Ты не обратил внимания на Роси. Вот та, что с Розочкой. Нет, Чикира лучше. Давай выпьем. Роси-то... Роси-то просто прелесть. Нет, нет. Чикира лучше. Jaguar. Что ты не хочешь? Ну-а-а-о-а. Ой-ой-ой. Сегодня ты прекрасна, Чекира Я тебе нравлюсь? Ты восхитительна Ты меня обманула Ты отрепетировала танец Говори правду, Чекира Нет, это был экспром Вышло здорово Значит, у меня получилось Да Как я выглядела? Прекрасно Лучше, чем когда бы то ни было Ну, я люблю вас обоих Потому что вы очень хорошо ко мне относитесь Даже не знаю, кого больше для вас Моё сердце открыто Как поёт это... Ну, как её там? Забыла, как её зовут Баль де ла Марк Ты же знаешь, она поёт только свои песни Я знаю, о ком ты говоришь Какой ты неловкий Извини с тобой Она меня презирает Дорогой, я пришла за тобой Уже поздно Да, я не обратил внимания на время Нам надо поговорить Не смотри на меня так Давай поговорим в комнате Дави Валентина, прекрати Не волнуйся, со мной всё в порядке Поэтому я и хочу Именно там сказать тебе Кое-что Пойдём Папа, папа Папа Андреас Ривера не уничтожит меня Папа Что случилось, дочка? Няня, присядь ко мне Что произошло? Мне приснился папа Это был ужасный сон Ты о нём слишком много думаешь Ради бога Перестань Перестань, наконец, страдать из-за него Я так не могу, няня Это был кошмарный сон Я знаю, что должна вспоминать его с любовью А не с печалью Но я не могу Надеюсь, ты оставила мысль о месте Андреас Ривери, дочка Не напоминай о нём Единственное, что я хочу, это забыть его Не хочу ничего знать о нём Хватит, хватит Успокойся Не волнуйся, я действительно в порядке Я тебе уже объяснила своё поведение той ночью Да Ты стала очень чувствительной из-за своего положения Признаю, что, возможно, я слишком много мечтаю Всё не так просто здесь Что-то более серьёзное Ведь так? Нет Попытайся понять меня Я знаю Что Давид умер Но ты ищешь его, разговариваешь с ним Посмотри на эту комнату Всё осталось таким же, как и при его жизни Словно он в любую минуту может войти Дорогой, повторяю Я знаю, он умер Но позволь мне видеть его живым Что в этом плохого? Кому это мешает? Тебе И ребёнку Которого ты ждёшь Как раз ради этого ребёнка Я изменюсь Ты мне уже столько раз это обещала Уверяю тебя, что на этот раз я всё исполню Я сделаю всё от меня зависящее И стану такой женщиной, какую ты хочешь видеть Андрес Ты будешь любить меня так же, как и раньше Я хотел бы верить тебе Всего сердца Теперь я душой чувствую присутствие нашего сына Клянусь Тебя больше не будут беспокоить мои приступы Клянусь его памятью Что с ними покончено Няня Заканчивай И пойдём со мной Нет, дочка Ты же будешь носиться по всему городу в поисках свадебного платья Нет Я пойду искать Серхио Я уже оставила ему сотню записок А он не звонит мне? Не мог же он просто так исчезнуть Пойдём со мной Сейчас только возьму сумку Побыстрей Странно, что ты ищешь меня в субботу Хотел поговорить с тобой Но ты об этом не сказал Я бы сказал этому парню, чтобы он ушёл Я не сказал, потому что узнал, что Виктория находится в твоём доме Она пришла немного раньше тебя Я встретил её Ты говорил с ней? Получилось глупо Я поцеловал её Что ты сказал? Говорю тебе это, потому что думаю, что она всё равно тебе расскажет Не могу поверить Ты поцеловал Викторию против её воли Да, силой, как дикарь Как отчаявшийся Влюблённый мужчина Разумеется, она дала мне пощёчину А чего ты ждал? Моя крестница скромная девушка И скоро выходит замуж Более того, она приходила и просила, чтобы я был Посажённым отцом Я прекрасно понимаю, что поступил плохо Мне стыдно Она с отвращением отвергла меня Ты отнёсся к ней без уважения Да, я знаю, и мне очень жаль Я просто в отчаянии Я не могу перестать думать о ней Кроме того, с тех пор, как ты рассказал мне Нет, не упоминай об этом, умоляю Нельзя продолжать этот разговор Войдите Проходите Спасибо Здравствуйте Похоже, что у меня началась полоса везения Я не рассчитывал, что вы так быстро устроите мне просмотр А почему-то сомневался Может, думал, что у меня нет влиятельных знакомых? Нет-нет, но мне назначили просмотр так быстро Это называется кастинг Я просила об этом Марии Рубио Ты знаешь, кто она? Я её видел, она очень хорошая актриса Разумеется Она уже поговорила с одним известным режиссёром С Карлосом Сотомайёром? Нет, с Хорхелосано Ты получишь работу Я объяснила, что ты хороший актёр И они поверили Только не говорите им, чем я занимаюсь Я имею в виду свой номер, кабаре Не думаю, что это послужит мне хорошей визитной карточкой Что с тобой? Ты стыдишься своей работы? Нет-нет, просто я не хочу, чтобы моё амплуа этим ограничивалось Мне бы хотелось играть разные роли Вы меня понимаете? Ну, разумеется Я сама многоплановая актриса Никто не может так перевоплощаться, как я Шучу Смотрите, здесь лежат послания, которые постояле снизобрал Есть даже из Киритара Я тоже оставляла ему записки Нас беспокоит то, что уже несколько дней мы ничего о нём не знаем Он мог выехать из города На него это не похоже Очень странно, что здесь его никто не видел Сожалею, но я не знаю, чем можно помочь Но вы же входили в его комнату? Уборку делают ежедневно Если было бы замечено что-то ненормальное, то проинформировали бы дежурного Синьор, можно мне осмотреть комнату? Можно? Не знаю Позвольте мне спросить, подождите минуточку Синьор, пожалуйста Няня, я очень волнуюсь Не беспокойся А вдруг с Сергеем что-то случилось? С ним ничего не может случиться Сейчас войдём и посмотрим Хоть бы нам разрешили Луиз, а что такое технический надзор? Ты что, не ходишь на лекции? Так ты не станешь настоящим пожарным Что с тобой, Самуэль? Не разговаривай с ним так Но это же правда Где твоё чувство товарищества? Он же проявляет интерес Ладно, моя смена заканчивается Нет, нет, не спеши Сейчас ты пойдёшь с нами Поскольку дело касается технического надзора Технический надзор Это одна из форм сотрудничества пожарных и общества На заводах, фабриках, в больницах Мы объясняем, как уберечься от пожара Или что делать в экстренных случаях На предприятии, например, должна быть Собственная пожарная команда Ты знаешь? Ты знаешь Камачо? Да Торос? Да, шеф Поезжайте по этому адресу и проведите беседу Понятно? Слушаюсь А что случилось? Это предприятие Ривера Прошу освободить меня от выполнения этой задачи Причина? Причина личного характера Не забывайте, вы член нашего коллектива И беспрекословно должны выполнять всё, что вам прикажут Да, шеф, извините Можете идти Похоже, комната не жила А вы уверены, что Серхио проживал именно в этом номере? Номер 390, нет никаких сомнений Няня, здесь ничего нет? Да, странно В ванной нет ничего, но номер числится за ним Господи, куда же он подевался? Меня это сильно тревожит Очевидно, постоялец выехал Этого не может быть Да, его вещей здесь нет, но знаю своего друга, я не могу этого понять Он не из тех, кто выезжает, не заплатив по счетам Да, такое поведение удивляет Но что же касается счетов, то гостиница снимет деньги с кредитной карточки клиента Так что не волнуйтесь, всё будет в порядке Не могу поверить, что Серхио так поступил Извините, синьорита Но иногда поведение людей непредсказуемо Если синьор Эстевес Решил съехать То на то У него очевидно были причины Пойдем, дочка Всё было хорошо, тебе не кажется? Прости, я сегодня рассеян Дорогой Я тебя хорошо знаю Ты чем-то озабочен Это было заметно ещё тогда, когда ты мне позвонил Я позвонил не только потому, что чем-то озабочен А ещё потому, что влип в ужасную историю Что на этот раз? Только не говори, что ты опять поздорил с отцом Это было бы ещё ничего Даю слово, что я не сделал ничего дурного Но от этого мне не легче Мне нравится, что ты идёшь ко мне за утешением Прошу, Адела, помоги мне Мне надо уехать из страны куда-нибудь подальше А для этого нужны деньги Так вот, о чём речь Ты не можешь мне отказать Это вопрос жизни и смерти Не рассказывай мне сказки, я тебе не верю Просто это новый способ выкачивания денег Из меня Клянусь тебе, что нет, ты нужна мне Но мне некому обратиться Мне срочно надо исчезнуть Даже если это так И у тебя серьёзные проблемы Я не стану помогать тебе Ведь ты уедешь от меня Нет Кармен, Ильяна, помогите мне Мария Рульё попросила меня посмотреть одного парня В сериале больше нет ролей для молодых Но если он вам нравится Мы можем придумать ещё один персонаж Ладно, без просмотра мы не узнаем, на что он способен Полностью с вами согласен Тогда вперёд Надо позвонить Беатрис Пусть позовут парня Мы сейчас придём Хорошо Самуэль, иди на первый этаж Проверь, там все двери А вы идите на второй и на третий этажи Почему здесь пожарные? Мы попросили проверить противопожарное оборудование Хорошо Отряд пожарных возглавляет Луис Торрес Надеюсь, у нас всё в порядке? Об этом мы узнаем после проверки ваших приспособлений А что-нибудь необходимо? Не беспокойтесь, сеньор Ривера Всё хорошо Я в вашем распоряжении Большое спасибо, сеньор Извините Подождите минуточку Я вас догоню Слушаю вас Мне бы хотелось, чтобы мы прошли в кабинет В этом нет необходимости Позже вы получите полный отчёт Дело касается личного Сеньор Ривера Откровенно говоря, у меня нет времени Ещё так много надо сделать Я очень вас прошу Хорошо Разрешите? Добрый день, Доня Лидия Добрый день Вот я вам что принесла, наконец Я уж хотела звонить в Киритаро Дело в том, что почтальон сказал, что адрес неправильный И вернул письмо на почту Но там ему объяснили, что всё правильно И велели отнести его сюда Вот я и принесла его вам Это документы на наследство, которые получит моя внучка Наследство Вот это да Всё, что принадлежало моему бывшему мужу, должно было перейти моей дочери А не вам? Нет Мы были разведены Он не завёл другой семьи И не оставил завещание Поэтому всё переходит к Мару А большое ли это наследство? Вы, может, теперь миллионер? А? Нет Насколько мне известно, у него была фабрика на севере Здесь меня уведомляют, что уже начался процесс опередачи наследства А что это такое? Это когда у человека есть какое-то состояние, а он умирает, не оставив завещание Понимаю И пока его не зацапало Министерство финансов, да? Именно Я очень рада, что вы получите какие-то деньги Их всегда не хватает Особенно сейчас, когда Луис собирается жениться Нет, Луис сказал, что не хочет брать оттуда ни одного сын Тава Но почему? Ах да, это же наследство отца вашей покойной дочери Поэтому, да? Вы же знаете, Луис очень деликатный, он лишь согласился быть опекуном Кем? Опекун Это человек, который занимается делами несовершеннолетних А, да, я слышала такое Так что наследство принадлежит девочке Я знала, что Луис честный человек и не смог бы поступить иначе Нет, никогда О чем ты говоришь? Не может быть, я не могу в это поверить Мама Какой я был дурак Вместо того, чтобы оказывать вам помощь и поддержку Я был лишь пародием мужчину Что случилось с девушкой, которой мы ждем? Извините, пожалуйста Слушаю вас Сейчас начнется просмотр Как только придет актриса, которая ему поможет Если дело только в этом, то я могу помочь Простите, но героиня 20 лет, и она сестра юноши Вот в чем дело Знаете, что для великих актрис возраста не существует Сара Бернар, надеюсь, что вы знаете, кто она такая Сыграла роль Гамлета, когда ей было больше 70 лет И у нее не было ноги Представляете? Хорошо Хочу посмотреть, как ты будешь смотреться в кадре А у меня ноги свои Сеньора, позвольте Извините Сейчас мы поступим так Когда придет актриса Убеди ее в своих желаниях, в своей силе На карту поставлено Твое будущее Я понял вас Когда начнутся съемки, снимем очки Скажите, когда придет девица Разумеется Мы уже опаздываем Проходите, садитесь Спасибо Я согласился зайти сюда, поскольку хочу кое-что прояснить Мне тоже надо поговорить с вами о важных вещах Дайте мне закончить Я знаю, что вы искали Викторию Да Я считаю, что будет лучше, если Виктория будет опять работать в наших магазинах Это вы так считаете? Сеньор Ривера Моя невеста решила уйти из ваших магазинов А я поддерживаю все ее решения Здесь у нее прекрасное будущее О нашем будущем должны беспокоиться мы с Викторией При всем к вам моем уважении Это не ваше дело Виктория никогда не была просто служащей Похоже, что так Должен признать, что вы вели себя достойно, когда с ней произошел несчастный случай в Гвадалахаре Я даже знаю, почему И все равно я вам очень благодарен за это Однако повторяю Тогда Виктория работала в вашей компании Но ваши трудовые отношения закончились Я бы хотел, чтобы вы выслушали меня Не знаю, с чего начать Вопрос очень деликатный Сеньора Гире Извините, но мои люди ждут меня внизу У меня много дела Если вопрос очень деликатный Я обговорю его сеньором Агире Вы прекрасно знаете, кто крестный отец Викторий А еще вам следует знать, что именно он передаст мне ее у алтаря Мне больше не о чем говорить Мои товарищи ждут меня С вашего разрешения Я звоню тебе по поводу Серхио Я тебе уже сказала Он не возвращался в Киритару И не ответил на мои письма Дело в том, что он выехал из гостиницы Как это выехал? Куда? Не знаю Поэтому я тебе и звоню Я очень беспокоюсь Значит, он и тебе ничего не сообщил? Нет Кроме того, он ничего не сказал в гостинице И мне стоило большого труда уговорить их открыть его комнату Там ничего не было Он увез все свои вещи Этого не может быть Серхио не из тех, кто уходит тайком Особенно из гостиницы Конечно, нет Муж едет в Мехико по делам И я поеду с ним Когда мы приедем Я позвоню тебе Обязательно Буду ждать твоего звонка Спасибо Пока Не играйте со мной, я не позволю Вы должны дать мне еще денег Во-первых, не кричи И не повышай на меня голос Тогда я скажу потихоньку Я хочу еще денег Я уже дал тебе достаточно Поймите, сеньор, вы в моих руках Так что будет лучше, если вы дадите мне еще денег Откуда ты взял, что все в твоих руках? Не в твоих, не в моих Да? А вы отказываетесь от своих обязательств? Дело не в том, что я не хочу тебе платить Просто я даже не могу поставить перед ними этот вопрос Перед теми, кто выше меня Перед твоими начальниками Точнее сказать, начальникам Хотите надуть меня? Если ты так думаешь То продолжай требовать Но тебе все равно больше не заплатят И это еще не самое страшное Тебя просто убьют Это все сказки, чтобы отделаться от меня Если не веришь, то продолжай И тебя убьют Потом убьют и меня Знаешь почему? Потому что это я привлек тебя к работе А чем вы докажете, что говорите правду? Ты в этом убедишься, когда получишь Пулю в затылок А может быть Произойдет что и похуже Не запугивайте меня Я тебе уже заплатил А если ты решишь меня шантажировать То будешь иметь дело с организацией Знаешь, меня убьют Но прежде посчитаются с тобой Запомни хорошенько Сначала ты Ты понял? Мне неудобно об этом говорить Но я очень плохо себя чувствую Нет проблем, иди домой Нет, я лучше схожу к врачу Потому что вот уже несколько дней Со мной происходит что-то Непонятное Мне плохо Ну иди Не беспокойся Сегодня мало народу И я справлюсь одна Можно попросить тебя любезности Если позвонит или зайдет мама Не говори ей ничего Или сама что-нибудь придумай Знаю я твою маму Она все время беспокоится Если спросят Скажу, что ты пошла За парфюмерами Хорошо О чем ты говоришь? Нет, нет, нет Громче и убежденнее Тебя Тони зовут? Да Тони, пожалуйста С большей силой О чем ты говоришь? Нет, нет Еще сильнее О чем ты говоришь? Уже лучше Извините Что задержалась На дорогах Такие пробки Давно пора Суфлер уже на месте? Слава Богу А я уже выучил текст Ладно, тогда ты работаешь с суфлером А ты пользуйся текстом Это же твоя проба Ты будешь постоянно Находиться здесь Так, когда он сядет Ты станешь сзади него Он тебя немного возбудит Вызовет некоторую нежность Так, когда он поднимется Ты продвинешься вперед Вы страстно обниметесь Ну и на этом закончим Все понятно Так, давайте начинать Мы уже и так опаздываем Видеоаппаратура готова Включаем Идет запись Пробы Антонио Ластры Пять Четыре Три Два О чем ты говоришь? О чем? О маме И о тебе Она воялась за тебя И поэтому не заявила На негодяя Который ее изнасиловал Не может быть Я не могу в это поверить Моя мама Мама была жертвой Только жертвой Каким я был дураком Вместо того, чтобы оказывать вам помощь И поддержку Я превратился в пародию на мужчину Эгоист Дурак Занимался только собственными проблемами Не обращая внимания на трагедии Которые происходили вокруг Нет, я не достоин, чтобы на меня смотрели Не достоин любви Я даже Не заслуживаю чести Принадлежать К этой семье Ты мой брат Прости 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 Стоп Хорошо Тони Очень хорошо Как здорово Прекрасно Ты был неподражаем Замечательно Ты великий режиссер Я в восторге Большое спасибо Дайте я вас поцелую Привет вашей маме Спасибо большое, сеньорита Спасибо всем присутствующим Хотите что-нибудь? Кофе? Лимонад? Нет, спасибо Я на минутку зашла к сеньоре Валентина Что ты здесь делаешь в рабочее время? Как дела? Очень хорошо Спасибо Не боишься, что об этом узнает твой начальник? Надеюсь, что ты не выдашь меня своему мужу Конечно, нет Я пришла пригласить тебя пообедать С чего это вдруг? Ты моя лучшая подруга И мне захотелось поболтать с тобой Узнать, как ты себя чувствуешь Это Андрес попросил тебя прийти? Нет Я сегодня его даже не видела Знаю, что он в офисе Потому что у него назначена встреча с компаньонами Значит, это была твоя идея Почему это тебя удивляет? Сейчас такой ответственный момент в твоей жизни Ты ждешь ребенка Я хочу разделить с тобой твою радость Алло Это крестная? Да, дорогая Я как раз с тобой хотела поговорить Молодец, что позвонила Я только что пришла из школы Как ты? Как все? Как Мару? Подожди Не все сразу Слава Богу, у меня, как всегда, все в порядке Остальные тоже живы и здоровы А Мару готовится стать главной дамой на праздники Мару? Но она же еще маленькая А кто празднует свое пятнадцатилетие? Я ее знаю? Кто-то из соседей? Нет Это не пятнадцатилетие Это свадьба Отец Мару женится на Виктории? Да Представляешь, какая новость? Я уверена, что Мару захочет, чтобы ты приехала Спасибо, крестная Я приеду, если, конечно, мама разрешит Надо, чтобы сначала она дала разрешение Позови ее к телефону Говори ее Если я ее пропущу несколько дней в школе, то обещаю все наверстать Я хочу посмотреть эту свадьбу Ну как, доченька? Слышала, что сказала Анхелика? Почему ты не позвонила? Я бы к тебе зашла Я еще хотела поприветствовать Хулию Вы всегда прекрасно выглядите Вот почему мне нравится приходить к тебе А ты и правда отлично выглядишь Спасибо Садись, будь как дома Хотите что-нибудь? Нет, нет, ничего Я на диете А вечером я буду ужинать с клиентами моего мужа Мы остановились где и всегда Ну, ты же знаешь В той гостинице, где жил Серхио Это мы ему ее порекомендовали Кстати, мы расспрашивали администрацию и персонал Но никто не смог нам ответить Почему он уехал? Я этого не понимаю Я знаю Серхио всю жизнь И меня удивляет Что он уехал, не сказав ни слова Давайте поговорим о чем-нибудь другом Не хочу думать о неприятностях А вот я думаю об этом постоянно И не нахожу никакого объяснения Вы знаете, что он очень переживал смерть своего дяди И Камила посоветовал ему отдохнуть несколько дней Ай, хотелось бы верить, что он просто где-то отдыхает Так и есть А теперь давай поболтаем о твоей свадьбе Я такая счастливая, какой не была никогда Я рада Так же, как и твоя мать на небе Кстати, а кто станет твоей посаженной матерью? А, Инесс Инесс Ты не можешь догадаться Моя нянечка Которая была мне матерью Это справедливо Дорогая Я вижу, у тебя хороший аппетит Не чувствуешь поташнивание или головокружение? Я чувствую себя превосходно Помню, когда ты носила Давида Все было совсем по-другому Одинаково только моя любовь к Андресу и его ко мне Хочешь сказать, что вы переживаете второй медовый месяц Который будет длиться всю жизнь Я сейчас пойду в туалет Будете десерт? Я нет, а моя подруга, возможно Сейчас она придет Валентина, хочешь что-нибудь на сладкое? Нет, это будет слишком Мне чай, пожалуйста Тебе понравился салат? Очень, только немного солоноват Знаешь, о беременности тебе даже идет Вы не пойдете обедать? Позже А ты иди, когда захочешь Спасибо Что-то случилось? Нет, ничего Я хочу сказать ничего особенного В такой большой компании всегда что-то происходит Понятно Вот дискета, которую вы просили Я хранила ее в своем столе Я совсем забыл спросить ее у тебя Спасибо, ты как всегда заботишься обо мне Так и должно быть Я разговаривала с вашей крестницей Не видела ее с тех пор, как она вернулась из Гвадалахары Тогда ты знаешь, что она больше не будет работать здесь? Да Она рассказала, что скоро выходит замуж А я поведала ей, что синьора Ривера ждет ребенка Я имею в виду Валентину И как реагировала Виктория? Никак Похоже, что она хочет вычеркнуть из памяти все, что связано с работой Кроме вас, разумеется Извините Конечно Маурисио, дождись меня Я вернусь часов восемь Есть новости Конфиденциальная информация в фирме Кентано Вот ее результат Спасибо Что у меня, доктор? Надеюсь, это не амеба Я слышала, что с этими паразитами трудно справиться Нет, здесь дело не в паразитах Это будет длиться дольше Я бы сказал всю жизнь Вы беременны Поздравляю Беременна? Скажи, ты абсолютно уверена в том, что собираешься сделать? Разумеется Ты просто не знаешь его Луис неординарный человек Я никогда не встречала такого Он добрый, щедрый, привлекательный Любит меня И я люблю его всей душой Ладно Я уже однажды говорила с тобой об этом браке Просто я думала, что ты достойна лучшей партии Это должен быть кто-то твоего круга С деньгами Кто вернул бы тебе то, что у тебя было всю жизнь? Единственное, что мне хотелось бы вернуть из прошлой жизни, это отца Но это невозможно Иногда наша жизнь изменяется И деньги перестают быть главным Для меня не существует другого мужчины, который бы обладал большими достоинствами, чем Луис Я благодарна Богу за то, что он встретился на моем пути Ладно Извини Просто у меня была надежда, чтобы Серхио когда-нибудь Пойми, Серхио не для меня А я не для него Хоть бы он поскорее вернулся, где бы он ни был Он мой большой друг, и я очень люблю его Хочу, чтобы он присутствовал на моей свадьбе Ты в порядке? Ты не хочешь, чтобы я тебя отвезла? Нет? Нет Я тебе завтра позвоню Береги себя Береги себя Фильм озвучен телекомпанией ТВЦ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok